Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. Чтобы сделать легендарную вещь, не обязательно быть изобретателем. Порой достаточно быть хорошим бизнесменом. Именно так произошло с Оливером Винчестером. Человек, чьим именем названа одна из самых знаменитых винтовок, за свою жизнь не собрал ни одного ружья. Зато в 1855 году он приобрел разорившуюся оружейную фирму Смитта Вессона, которая выпускала винтовку Генри. Эта чертова винтовка Янки заряжается в воскресенье, а потом палит всю неделю. Так говорили они и южане. 25 выстрелов в минуту. Бешеная скорость для времен Гражданской войны. Именно она и стала прототипом будущего Винчестера, легенды Дикого Запада. Модель 1966 года имела только усовершенствованный механизм перезарядки. Спустя несколько лет в результате модификации бронзовую ствольную коробку заменили на стальную, а систему приспособили для использования коротких револьверных патронов. Благодаря этому Винчестер 1973 года приобрел небывалую популярность. Благодаря патрону 44-го калибра винтовка была невероятно точна, а ее убойная сила поражала самых отчаянных стрелков прерий. Не мудрено, что именно под патрон этой модели Винчестера Сэмуэль Кольт в 1878 году модернизировал свой знаменитый револьвер-миротворец. После этого комбинация Винчестер-Кольт стала большим благом для многих солдат, ковбоев и простых путешественников. Теперь им требовался только один вид патронов и для винтовки, и для револьвера. К тому времени обе модели Винчестера распространялись с астрономической скоростью по 10 тысяч штук в год. Оливер по-прежнему не имел собственного конструкторского бюро и заводить его не собирался. Вместо этого он начал скупать патенты на стороне. Услышав об этом, небезызвестный оружейный гений Джон Мозес Браунинг предложил фирме Винчестер систему собственной конструкции. Патент немедленно купили за бешеные деньги – 50 тысяч долларов. Новое оружие вышло под названием Винчестер 1887. Именно этой модели было суждено обрести славу не только у себя на родине, но и во всем мире. Эта винтовка полюбилась и голливудским режиссерам. С ней ходит Шварценеггер во втором Терминаторе и Николас Кейдж в призрачном гонщике. Следующему Винчестеру, сконструированному Браунингом 1894 года, принадлежит рекорд по продажам среди спортивных и охотничьих винтовок в США. Она выпускалась до 2006 года. За это время компания продала 7 миллионов винтовок этой модели. И это при том, что товар Оливера Винчестера так и не был принят на вооружение армии. Кстати, название жесткого диска «Винчестер» не случайно. Первый накопитель, созданный IBM, назывался 30х30 и содержал два модуля по 30 мегабайт. Это название в копеечку совпадает с названием винтовки 1894 года – «Винчестер 30х30 Райфл». Историю для вас рассказывала Дарьета Пузлиева. До новых брендов! «Тренды-бренды» – сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.